Здравствуйте! Это программа события. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь подозрительный предмет им потребовалось несколько минут. Марина Кравцова наблюдала за учениями. Неизвестный молодой человек с подозрительной сумкой пытается пройти в здание гимназии. Первое препятствие – охранник на входе. Выкуда? Директор. Документы. Мужчина пытается скрыться, но тревожная кнопка нажата. Неподалеку от школы нарушителя задерживают сотрудники управления вневедомственной охраны. Прохожие в недоумении, но волноваться не о чем. Так проходят учения Росгвардии. Отрабатывают действия при возможной террористической угрозе. В школе условный террорист успел оставить сумку. На вахте подозрительная сумка красного цвета. Оставил неизвестный гражданин, вышел из гимназии. Блокируйте. Вызываю сок. Принял. Людей из здания эвакуируют и в дело вступают спецподразделения Росгвардии. В считанные минуты на месте группы разминирования. Четвероногий сотрудник с величественной кличкой «Король Солнца» свое дело знает. Собака показывает – в сумке взрывчатое вещество. Далее с подозрительным багажом будут работать саперы и взрывотехники. В зависимости от ситуации оценивается, что это за объект. Это какой-то реальный боеприпас, состоящий на вооружении или какая-то самоделка. В дальнейшем уже специалисты взрывотехники принимают решение либо уничтожать на месте, либо применять специальные средства разминирования. Сотрудники вневедомственной охраны и спецподразделения Росгвардии сработали оперативно и слаженно. Все действия просчитаны до секунды. Такие учения в школах проводят перед началом каждого учебного года. Под защитой управления вневедомственной охраны около 350 школ Самарской области. Остальные охраняют частные предприятия, которые тоже работают во взаимодействии с Росгвардией. Обеспечена охрана полностью. Вы видели, у нас есть тревожная кнопка. У нас расставлены камеры вай-фаевские по всей территории гимназии. В реальной жизни так же быстро и в полной готовности спецподразделения приезжают и по ложным телефонным звонкам о заминировании школ. И шутка ребенка затем грозит серьезным штрафом для родителей. Обратиться и к родителям. Скоро у нас в рамках антистеристической защищенности объектов образования и жизнеобеспечения начинается учебный год. Колоссальные службы, время и средства выходят на какие-то непонятные звонки. Я прошу очередной раз обратиться к своим детям, дабы не допускать таких шалостей. В этот раз на учениях отработали две вводные задержания нарушителя и работу по выявлению и обезвреживанию взрывчатых веществ. Даже в учебных условиях не возникло ни одной заминки и промаха. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Чтобы холода не застали врасплох. В Самаре на завершающем этапе перекладка тепловых сетей. В средине сентября все работы должны быть завершены. Состояние теплотрасс сегодня проверили члены выездного штаба по подготовке к отопительному сезону. Все ли идет по графику, узнал Андрей Горгуленко. Самый крупный объект по перекладке сетей в этом году – головной участок третьей магистрали Самарской ТЭЦ. По этим трубам вода поступает в тысячу домов. Рабочие уже устанавливают перекрытия и засыпают канал. Осталось только соединить 270-метровый участок с трубопроводом, уходящим в сторону Ташкентской. Обещают, что на следующей неделе магистраль запустят в работу. Она служила уже в свой нормативный срок. Мало того, на этой магистрали были повреждения. Соответственно, мы ведем полномерную перекладку. Уже третий год этой магистрали. То есть начали практически от Самарской ТЭЦ. И вот сейчас она вышла уже за Старозагор. Здесь на пересечении Алматинской Старозагоры работают даже с опережением графика. А вот на других участках комиссия, проверяющая готовность сетей к холодам и морозам, обнаружила ряд проблем. Где-то подрядчик не укладывается в сроки, а где-то мешают самовольные постройки, которые не позволяют приступить к замене сетей. Незаконное размещение на тепловой сети самовольных гаражей металлических. Принято решение пять гаражей демонтировать, найти собственников, демонтировать, вывести, чтобы приступить к работам по восстановлению тепловой сети. Сейчас общая готовность теплосетей к зиме больше 70%. Всего нужно переложить около 20 километров теплотрасс. В департаменте ЖКХ уверены, к 15 сентября все работы будут завершены. Андрей Горгуленко, Максим Кусев. События. В это прохладное утро отдыхающим в спортивном лагере «Олимп» было жарко. В преддверии дня физкультурника сотрудники полиции устроили для детей праздник. И провели зарядку со стражем правопорядка. Регулировщик с жезлом оказался необычным спортсменом, и дети с радостью выполнили все указания. На зарядки побывала и Мариана Мирная. Чудеса дрессуры, задержание преступника и шуточная зарядка с регулировщиком. В спортивном лагере «Олимп» с физкультурой дружат крепко. Накануне дня физкультурника спорта здесь становится еще больше. Сегодня благодаря организаторам праздника – Общественному совету управления МВД России по Самаре. Наша цель и задача, конечно, вот это сближение произвести как можно скорее и безболезненно. Поэтому мы работаем с детьми, чтобы у них было представление как можно лучше и как можно объективно о деятельности сотрудников полиции. Сотрудники полиции своим примером показывают детям, что хорошая физическая подготовка – неотъемлемая часть профессионализма. Конечно, очень бы хотелось, чтобы все дети, как говорится, вставали на правильный путь и были правильные жизненные ценности. Правильные жизненные ценности, когда ребенок занимается по-настоящему делом. И спорт в этом помогает. Свои умения продемонстрировали не только стражи правопорядка, но и сами ребята. Спортивная гимнастика, рок-н-ролл и латинские танцы вызвали шквал аплодисментов у присутствующих. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События. Далее коротко о других событиях дня. Массовая авария произошла на 905-м километре трассы М5 «Урал» под Сызранью. Пострадали несколько человек, в том числе и ребенок. В районе Октябрьского выезда на трассу столкнулись пять автомобилей. Грузовик «Ивека», две «Лады Приоры», «Тойота» и «Газель». Все они ехали в сторону Москвы. По предварительным данным, виновником ДТП стал 40-летний водитель грузовика из Казахстана, который не сумел остановиться перед колонной автомобилей на участке, где идет ремонт дороги. Серьезно пострадал 23-летний водитель «Приоры». Его увезли в больницу с политравмой. У 13-летней пассажирки «Ивека» диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы. Остальные участники ДТП серьезно не пострадали. Прокуратура опротестовала приговор Екатерине Пузиковой. Напомним, 26 июля суд Красноярского района приговорил вдову погибшего к 9 годам лишения свободы. Прокурор Красноярского района подал в суд апелляцию, посчитав наказание излишне суровым, поскольку по первому приговору Пузиковой назначили 7 лет лишения свободы и не было никаких законных оснований увеличивать срок. Адвокат осужденный требует полного ее оправдания за недоказанностью обвинения. Сама Екатерина Пузикова не признает вину, а мать погибшего пеняет на мягкость приговора. 15 августа в Верховном суде Российской Федерации попытаются обжаловать приговор убийцам семьи Андрея Гошта. Напомним, преступников осудили 22 февраля этого года. Махмадали Ахмадов и Роман Фаталеев получили пожизненное в колонии особого режима. Исламу Бабаеву дали 25 лет колонии строгого режима, а охрану Захрабову 26 лет. Так как обвинительный вердикт вынесли присяжные, оправдать в Верховном суде преступников уже не смогут. Они рассчитывают только на смягчение приговора. Напомним, осужденные ворвались в дом полковника Гошта 26 апреля прошлого года и убили пятерых. В том числе заместителей начальника штаба ГУ МВД по Самарской области. В кровавой бойне выжила только семилетняя девочка. В Самаре 30-летнюю женщину признали виновной в разглашении коммерческой тайны. Она работала в должности техника архивариуса на предприятии, которое занимается производством перфорационных систем, кумулятивных зарядов и взрывчатых веществ промышленного назначения. Согласно данным следствия, в течение пяти лет женщина скопировала со своего рабочего компьютера на флешку сведения о новейших разработках завода. Сотрудница собиралась продать их за 2 миллиона рублей. В роли покупателя выступил сотрудник ФСБ. Самарский районный суд приговорил горе архивариуса к лишению свободы на год условно. 17 августа в Самаре в парке Молодежный пройдет фестиваль «Самара джаз». Горожане смогут не просто послушать музыку, а совершить настоящее путешествие в мир джаза. Гости узнают об истории этого направления и разнообразии стилей. В программу «Встреч» входят концерты самарских джаз-бандов, а также диалоги с лекторами. Следующий концерт пройдет 18 августа в парке Молодежный, а 25 августа фестиваль закроет шоу-программа «На набережной Волги». В Самару за знаниями обучиться менеджменту высоких технологий в Самарский университет приехали студенты со всего мира. Летняя школа проходит уже третий год подряд, и в этот раз ажиотаж как никогда. Чему научились иностранцы за несколько недель обучения узнала Лариса Шлафаст. За новыми знаниями в Самарский университет приехали студенты из девяти стран мира. Заявки на участие подали больше ста претендентов. На обучение отобрали 42 человека, лучших из лучших. В несколько недель они работали над своими идеями и теперь презентуют результат. Команда Аманды Мукеды Альба разработала проект создания нового современного воздушного шара с использованием наноспутников. Работать в команде было очень интересно и увлекательно, делится Аманда. Обучение здесь превзошло все ожидания. Все было на высшем уровне. Очень интересные лекции, люди. Я буду рекомендовать школу всем знакомым. Летняя школа по инновационному менеджменту проходит в Самарском университете в третий раз. Студентам читают лекции по менеджменту проектов, защите интеллектуальной собственности, маркетингу инновационных продуктов, знакомят с основами технологического предпринимательства и тем, как эффективно реализовать свои проекты. Наш университет, который входит в программу 5.100 и ориентирован на международные рейтинги, стремится за лидирующими вузами всего мира. И проведение международных летних школ – это обычная практика любого зарубежного вуза, который занимает достойное место в рейтинге. По окончании летней школы все участники получают специальные сертификаты, которые приравниваются к международной зачетной единице, которую иностранные студенты получают после прохождения обучающих курсов. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов, События. Не дня без строчки. Все ретто в Самаре работают так называемые библиодворики. Детские библиотеки проводят праздники для юных читателей с конкурсами, мастер-классами и, конечно, книгами. В том, что современные дети все же читают, литературу убедилась Марьяна Мирная. Царство рисовательное, собирательное и угадательное. Двор на Свободе 75 превратился в сказочную поляну под названием Библиодворик. И несмотря на то, что современные дети все больше проводят время в интернете, им небезразличны яркие и красочные книги, которые можно подержать в руках. У каждого ребенка свое пристрастие. Мальчишки больше увлекаются звездными войнами, фантастикой и так далее. Девочки традиционно любят про любовь, но сказки как были, так и есть любимые всеми детьми. И мы представляем эти книги на любую тему. Библиодворики в Самаре привлекают юных читателей второй год. Начинание поддерживают общественные советы микрорайонов. Администрация района помогает с музыкальной аппаратурой. В основном приходят бабушки с детишками, потому что родители работают, ну, нравятся отклики, скажем, дают положительные, хорошие. Просят даже в некоторых дворах проводить побольше мероприятий. Каждую среду с 11 до 2 на дворовых площадках юные читатели могут посетить мастер-классы, поиграть в веселые игры и получить памятные подарки от детской библиотеки. Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня, и вот о каких событиях наши журналисты готовы рассказать в следующих выпусках. Закрыт на ремонт. Ботанический сад к декабрю преобразят. Закрасить ссылку в Самаре борются с рекламой наркотиков. Далеко не уползет. Склон у драмтеатра укрепляют. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Андроид и Айос. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова